Хей йоу, всем привет, меня зовут Корней Сгибнев, вы на канале Спагетти 3D и наконец-таки я добрался до Substance Painter Вау, просто это невообразимый переход я скажу для тех, кто ни разу не видел моих видео на этом канале до этого я всегда текстурил в фотошопе и для меня было большой проблемой создавать текстуры roughness, metalness, нормали и так далее то есть серьезные, скажем так, текстуры а также и сам цвет на примере предыдущих моих видео можно было увидеть, что я использовал некие костыли для того, чтобы было удобнее наблюдать за тем, как проходит процесс создания текстуры плюс можно было ее визуализировать в реальном времени на 3D модельке и это тоже круто но все же это некие костыли и приходилось открывать одну программу, то есть фотошоп плюс другую программу, в моем случае это Blender настроить все это визуально, чтобы все работало ну в общем, нех не скажу, что бессмысленная трата времени но все же трата времени сейчас же, благодаря Substance Painter у меня есть возможность начинать работу сразу же без настройки разных программ просто включил Painter, загрузил в нее модельку раскидал быстренько базовый цвет и начинаешь работать и тут начинается веселье в Painter можно добиться гораздо большей детализации моделей, нежели в фотошопе ну или можно сказать и по-другому на это уйдет гораздо меньше времени, чем в фотошопе потому что, да, в фотошопе тоже можно добиться офигенного результата но на это уйдет много времени, гораздо больше, чем в Painter плюс Painter предлагает кучу ресурсов тут невероятно большая библиотека альфа текстур, материалов в общем, всего, что необходимо для создания креативной работы а теперь я хочу сказать пару слов о проекте, который вы сейчас наблюдаете на своих экранах эту заправочную станцию, назовем ее так я сделал около года назад замоделена она была в программе Maya затем затекстурена в фотошопе и, по приятной традиции, рендер был выполнен в Marmoset текстурил я в то время очень даже не очень это вы можете заметить вот по этому скрину признаюсь, тогда я вообще совершенно не любил делать текстуры мне было как-то лень вырисовывать там всякие линии, добавлять разные цвета мне это попросту не особо нравилось и это все потому, что фотошоп мне давался нелегко я очень долго привыкал к этой программе не особо понимаю людей, которые говорят ой, мол, фотошоп это так легко, ну че ты паришься нет, 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 на мой взгляд фотошоп это одна из самых сложных программ, которые я когда-либо изучал в общем, сейчас я решил переделать свою старую работу опять же, возвращаемся к ролику почему стоит доводить до конца своей старой работы нет я все еще изучаю Substance Painter что означает, что, естественно, я еще не матерый текстурщик поэтому мне нужно на чем-то практиковаться и нет ничего лучше своих старых проектов так как они уже замоделены у них уже есть UV-развертка поэтому не надо особо париться загрузил в программу и начал текстурить вуаля а потом, если еще и результат будет гораздо лучше чем тот, который получилось достигнуть когда-то в прошлом естественно, художнику становится приятно это я про себя так что первые впечатления, которые у меня сложились об этой программе они достаточно позитивные конечно, мне еще есть куда расти еще много чего, что я не умею делать и чему надо научиться но, если честно, я хочу сказать, что очень доволен финальным результатом этого проекта а теперь я хочу немного поговорить о сложности самой программы честно говоря, я думал, она будет проще у меня сложилось впечатление о Painter, что это очень легкая программа там тыкнул два раза и у тебя уже появилась супер прекрасная детализированная наикрасивейшая текстура на твоей прекрасной 3D модели в реальности же все оказалось не так надо понять сам workflow этой программы вся работа в основном заключается в создании масок а затем создание других масок для этих масок а затем еще масок для тех масок, которые ты создал до этого в общем, в Painter очень легко потеряться поэтому в первую очередь стоит приучить себя к порядку именовать все слои, присутствующие в проекте а также папки, в которых закрыты эти слои у меня, благо, это вошло в привычку еще с тех времен как я начал изучать фотошоп и на этом, наверное, все по крайней мере, на данном этапе моего обучения я больше не сталкивался ни с какими сложностями то есть, эта программа настолько приятна в использовании что я как-то не могу даже найти в ней минусы по крайней мере, у меня она ни разу не вылетала если вдруг UV-развертка сделана не очень хорошо либо же есть места, в которых неизбежно видны симы их можно попытаться закрыть проектировкой 3-планер и это тоже вау! то есть, если у вас имеется 3D модель UV-развертка которой выполнена не очень грамотно как это оказалось в моем случае в пейнтере надо всего лишь тыкнуть на одну кнопочку 3-планер проекшн и все проблемы, связанные с UV-разверткой испаряются я повторюсь, это же просто вау! особенно по сравнению с фотошопом где никак нельзя адаптировать текстуру при этом не изменив оригинальную UV-развертку 3D модели ну все, на этом хочу закончить свой монолог о Substance Painter воистину прекрасная программа она еще не раз появится на этом канале и в качестве затравочки хочу вам сказать что в следующем видео я вам представлю полный пайплайн по созданию игрового 3D персонажа и также хочу сказать, что это не человек и не Огр и не человек в общем, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны ставьте лайк этому видео, если понравилось оставляйте свои комментарии с пожеланиями я их всегда читаю, а также отвечаю и я вас призываю досмотреть это видео до конца чтобы увидеть финальные рендеры этой заправочной станции что ж, вы были на канале Спагетти 3D до встречи в следующем видео пока субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok